завершим параграф о пределе последовательности и я начну с теоремы которая в частности говорит о том что данные в конце прошлой лекции определение верхнего и нижнего определения она верхнего и нижнего предела она корректно ну потому что верхние и нижние пределы были определены как наибольшие соответственно и меньше из частичных пределов ну а кто сказал что таковые существуют наибольшее наименьшее значение не обязаны существовать или я не дал определение частичные пределы давал а не дал я определение сустав был уверен что я дал но тогда определение виноват верхним в скобках нижним пределом числовой последовательности называется наибольшей наибольшей в скобках наименьшей из ее частичных пределов пределов ну и конечно сразу вопрос с какой стать они существуют и теорема давайте я ее назову так чтобы вы уже не смогли учить другие теоремы вместо нее все три определения верхнего и нижнего пределов теорема включает в себе фактически три определения каждая ограниченная последовательность имеет конечные верхний и нижний пределы справедливые а давайте их обозначу да а их не обозначил л большое верхний предел и последовательность мне нужно обозначить xn l маленькая нижний предел справедливы также следующее утверждение первое для любого эпсилон большего нуля найдется номер такой что при всех номерах больше этого номера xn меньше чем l плюс эпсилон и для любого эпсилон больше нуля для любого натурального n найдется номер n маленькое больше n такой что xn больше l минус эпсилон можно вот так вот вместе ну соответственно для нижнего предела аналогичное утверждение справедливо но нужно поменять местами поменять местами соответствующие неравенства соответствующие ну то есть обратите внимание что получается что для это извините а на второе прошлое нет вот маленькие пошли здесь первое утверждение оно о верхнем пределе по сути это еще одно возможность определения возможное определение и л большое это предел супремумов вот таких а л маленькое предел инфимумов по сути кстати в западной литературе чаще всего обозначение тоже приняты навеяны этим определением вот так обозначают и понятно что это именно через соответствующие формулы для верхнего и нижнего предела значит доказательства доказательства естественно я буду вести доказательства только для одного из пределов давайте для верхнего потому что для нижнего ну в конце концов можно будет потом поставить знак минус и соответственно верхний предел превратится в нижний наоборот значит давайте рассмотрим вспомогает на последность с н вот из тех супремумов которые у нас здесь возникают ну и другими словами это можно кратко так записать супремум по всем м больше лебрауном н икс м ну здесь кстати можно и без фигурных кратенько так значит значит ну во первых из ограниченности последовательности вытекает что сами эти числа с н они определены вполне корректно да то есть это конечные выражения и таким образом мы имеем числовую последовательность ну давайте теперь подумаем о соотношении между с н и с н плюс 1 вот смотрите с н это точная верхняя грань множество каких чисел xn xn плюс 1 и так далее а с н плюс 1 будет содержать какие элементы те же самые кроме xn да то есть соответственно каждая верхняя грань этого множества будет автоматически верхней гранью и множество которое здесь да но не наоборот то есть это означает что вполне может случиться так что с н плюс 1 окажется меньше да но больше быть не может никак то есть поэтому с н всегда больше либо равно с н плюс 1 и следовательно числовая последовательность с н построенной нами она не возрастающим кроме того все с н больше либо равны чего какого числа например точные нижние грани всей последовательности да а точные нижние грани существует и конечные поскольку последовательность ограничена итак мы имеем не возрастающую последовательность ограниченную снизу по теореме верш трассы у нее обязан существовать предел ну давайте я его обозначу через L большое конечно не очень хорошо что у меня в определении L большой уже ассоциировано с верхним пределом но в доказательстве пока что этого не предполагается я потом буду это устанавливать итак L большое это предел последовательности СССР который существует по теореме Вейерштрасса о сходимости монотонных последовательностей наша задача установить что это L большое и будет наибольшим из частичных пределов и будет обладать свойствами перечисленными по цифре 1 ну что ж давайте начнем с первого свойства итак мы знаем что последовательность не возрастающая это означает что предел он также с чем совпадает с точной нижней гранью SN потому что у нас последовательность не возрастает ну что ж теперь теперь давайте используем свойства точнее не свойства определения предела да что такое предел SN для любого эпсилон большего нуля найдется номер N большое натуральный такой что при всех N маленьких больших N большого N SN ну давайте я запишу двойным неравенством вместо модуля L большой минус эпсилон L большое плюс эпсилон если мы посмотрим на правую часть да SN меньше чем L большой плюс эпсилон это автоматически гарантирует что что если точная верхняя грань некого множества не превосходит то каждый элемент тоже меньше да то есть это означает отсюда мы сразу получаем что XN меньше а это что это вот здесь как раз теперь со вторым чуть-чуть аккуратнее нужно будет значит ну давайте так рассуждать значит мы взяли произвольный эпсилон так теперь берем произвольное N большое натурально теперь посмотрите мы знаем что L большое это что точная нижняя грань SN так это означает что все SN в частности меня сейчас интересует S с номером N большое плюс 1 они будут больше либо равны L большого потому что L большой это точно нижняя грань и в частности отсюда конечно следует что это будет больше чем ну даже мне не нужно пока сейчас теперь смотрите значит SN плюс 1 это что такое у нас SN плюс 1 давайте я запишу поподробнее это точная верхняя грань X номером N плюс 1 X номером N плюс 2 и так далее и по свойству точной верхней грани если она больше либо равна некого числа то что это означает что найдется такой элемент здесь который превзойдет это число минус эпсилон так потому что L минус эпсилон уже нижней гранью не является то есть верхней гранью не является так L минус эпсилон при произвольном эпсилон нижней гранью нижней гранёй не являются значит найдется такой элемент этого множества а элемент этого множества а тоже означает что найдется номер N больше чем N такое X с этим номером больше чем L минус эпсилон ну давайте Я последовательно напишу, больше, чем Sn плюс первое минус эпсилон, больше либо равно L минус эпсилон. Вот так. И что это означает? Это означает, что вторая половина первого свойства также установлена. Также установлена. То есть, как видите, получается, что для верхнего и нижнего предела мы почти как в определении предела, но мы одно из неравенств меняем квантеры. Видите? Здесь как обычное определение предела. А здесь мы квантеры поменяли. То есть, вот так. Еще раз. Sn плюс первое, точная верхняя грань некого числового множества. Значит, для любого эпсилон больше нуля. Sn плюс первое минус эпсилон. Верхней грани не является. А значит, есть элемент множества, который больше, чем это число. А элемент этого множества, это и есть xn с номером большим n большого. Так, это мы с первым разобрались. Ну а теперь нужно разобраться с тем, что это действительно является верхним пределом. Потому что пока мы просто определили некий предел, некой последовательность вспомогательной. Он фигурирует вот в третьем свойстве, но пока это просто некое число. Есть. И мы должны установить, что это действительно верхний предел. Так? То есть, что нам нужно установить? Во-первых, что это частичный предел. И во-вторых, что любой частичный предел не превосходит нашего. То есть, два свойства требуется проверить. Ну, давайте начнем с первого. Итак, нам нужно установить, что L большое является частичным пределом. Я буду опираться на уже доказанное в первом свойстве неравенство. То есть, мы же уже установили, что введенное число L большое обладает первым свойством. Ну, так вот, давайте, значит, я возьму какой-нибудь эпсилон. Ну, например, начнем с единички. Возьму эпсилон, равное единичке. Итак, тогда у меня для всех номеров, больших некоторого, xn будут меньше, чем L плюс 1. Ну, мне достаточно выбрать какой-то один номер. Давайте я его xn первое. Такое, что будут выполняться сразу оба неравенства. И я такое, конечно же, могу сделать, да? Потому что сначала я выберу по первой части такое n большое, что при всех n больших этого n большого выполняется, так? А потом, скажем, для n большого плюс 1, сюда я его подставлю, я найду номер, который еще больше, и его как раз и обзову n1. Такое, что выполняется второе неравенство. То есть, ну, может быть, это подробно стоит написать, да? То есть сначала мы находим n большое, натуральное, такое, что при всех n больших этого n большого, xn меньше, чем L плюс эпсилон. Так, теперь для этого n большого плюс 1 найдется n маленькое больше, чем n плюс 1, которое я назову n1, такое, что xn1 больше, чем L минус эпсилон. Эпсилон единичка. Давайте я единичку сюда поставлю. То есть мы получаем, что xn1 минус L по модулю меньше единички. Я построил такое xn1. А теперь я беру эпсилон 1 второй. И повторяю, по сути, те же рассуждения. Но на сей раз что мне нужно сделать? Мне нужно... Ну, опять я беру такое натуральное, такое, что при всех n больших xn меньше, чем L плюс 1 вторая. Затем я беру вот это n плюс 1 и нахожу n1 больше, чем... То есть n2 теперь уже, да? Больше, чем максимум из n плюс 1 и n1. То есть, на самом деле, вот это максимум я должен взять. Максимум из n плюс 1, n1. То есть я беру вот такое натуральное число в качестве вот этого. Вот здесь у меня для всех n больших написано. Я, соответственно, теперь в качестве этого большого беру вот этот максимум. Вот это находится n2, которое больше этого максимума. и xn2 будет больше, чем L минус 1 вторая. То есть я нашел xn2, которое удовлетворяет неравенству. Ну и понятно, что я могу это повторять до бесконечности. То есть мы в результате что строим? Мы каждый раз можем обеспечивать, что n2, n-ката больше предыдущего, так? И, соответственно, мы построили подпоследовательность нашей последовательности. Значит, мы построили подпоследовательность нашей последовательности такую, что при всех натуральных k справедливое неравенство модуль xn-катова минус L большой меньше одной катой. Или я вот так могу записать. И, соответственно, что отсюда следует? Да. Нет, секундочку. Это ну давайте, может быть, я вот здесь n большое первое поясню, чтобы вы не путали. Да? А здесь будет n второе уже. Это уже другое. Это уже другое. Раз у вас путают вот эти n большие. n большое же зависело от епсилона, то есть это уже другое, чтобы вас не путало. Я просто когда ставил квантер, как бы считал, что это уже автоматически влечет то, что по епсилону выбирается. Ну давайте я еще раз это подчеркну. Ну что отсюда следует? Что есть предел? Приказ, стремящимся к бесконечности, есть предел у нашей подпоследовательности. И таким образом, l большое действительно является частичным пределом. И осталось последнее, что нам нужно доказать. это то, что это наибольший из всех частичных пределов. Ну давайте возьмем какой-нибудь частичный предел, как бы его обозначить, t. Предел некоторой подпоследовательности, ну пусть будут x, m и t, да? Ну, что мы можем сказать по поводу x, m и t вам? Ну давайте я вот что, мне что здесь нужно будет. Вот. Итак, я использую еще раз первая часть первого свойства. Значит, находится n натуральное, такое, что при всех n маленьких и больших этого n выполняется неравенство x. А даже мне не x, а нужно. А можно x, n, не важно. L плюс епсилон, да? вот теперь смотрите, у меня x, m и t некоторая подпоследовательность, так? Взяв произвольное епсилон, я нашел некое натуральное n большое, так вот теперь за счет того, что у меня m и t возрастающие последствия натуральных чисел, я могу найти такое и большое, что при всех тоже натуральное число, что при всех и маленьких, больших, и большого, я гарантирую, что m и t будут больше нашего n большого. понятно, что это можно сделать, так? m и t возрастающие последствия натуральных чисел, значит, рано или поздно она превзойдет выбранное нами n большое. Как только это произошло, что тогда мы имеем? x, m и t будут меньше, чем L плюс епсилон, так? Итак, неравенство справедливо для всех достаточно больших i. По свойству предельного перехода в неравенствах, ну, точнее, там нужно, конечно, то, что отмечалось после, что на самом деле неравенство может выполняться, начиная с некоторого номера, не для всех. Так вот, по этому свойству когда мы i устремляем к бесконечности, какое неравенство получится? x, m, и t к чему стремится? К t. Мы получаем неравенство t меньше либо равно L плюс епсилон. Значит, устремляя i к бесконечности. А теперь я запишу, что же у нас получилось. у нас получилось такое странное утверждение. Для любого положительного епсилон t не превосходит L большой плюс епсилон. Отсюда что следует? Что t не превосходит L большого. Почему? Потому что если бы оно было больше, то что бы случилось? Подобрали бы такой маленький епсилон, что L плюс епсилон оказалось бы меньше. ну и все. То есть теперь мы наконец-то установили, что наше L большое это действительно наибольший из всех частичных пределов, а значит это и есть верхний предел. и теорема доказана. Ну понятно, что это самая тяжелая теорема этого параграфа, да? И поэтому понятно, что вот и на колоквиуме я помню, когда два года назад и на экзамене, как я не пытался заставить студентов учить именно эту теорему, но формулировки были неудачные, там, теорема о верхнем и нижнем пределах, а есть учебники, в которых теорема о верхнем и нижнем пределах это только то, что существует действительно наибольший из всех частичных пределов без вот этих свойств. То есть это гораздо легче утверждение доказывается и, соответственно, мне никак не удавалось заставить всех учить именно ту теорему, которую я сформулировал и доказал на лекции. Ну, поэтому вот название теперь будет вот такое, видите, три определения верхнего и нижнего пределов, и тут поэтому уже вы никуда не денетесь, вам нужно их говорить все три. То есть именно эту теорему придется доказывать, если она вам достанется в качестве вопроса. так, ну и последнее, что в этом параграфе осталось нам изучить, это фундаментальные последовательности и критерии Каши. Итак, определение. последовательность называется опять я забываю написать обозначение последовательность ХН называется фундаментальной если для любого положительного эпсилон найдется такое натуральное Н, что при всех Н больших Н большого и при всех натуральных П выполняется неравенство ХН плюс П минус ХН по модулю меньше, чем Эпсилон. Значит, сразу по поводу определения очень часто вместо Н плюс П П пишут другую букву просто М и говорят для любых Н и М больше Н. Но это естественно совершенно эквивалентные формулировки. просто обозначаем Н плюс П через М. Вот и все. Значит, и есть еще на самом деле несколько эквивалентных то есть не эквивалентных других названий этого явления. То есть вместо фундаментальной также говорят последовательность Каши, а также это совсем старая последовательность сходящаяся в себе. вот так то есть как бы подчеркивая что ну вот предел последовательности у вас неравенство по сути что означает что рано или поздно члены последовательности как бы прилипают к значению предела да приближаются то есть прилипают да а здесь фундаментальности получается что как бы они слипаются между собой так вот оказывается что слипание между собой оно гарантирует слипание к чему-то и это теорема ух а я номера забыл поставить какая там по счету теорема была вот это от трех определениях та была девятая да Бальцан-Глештрац значит от трех определениях десятая а это получается одиннадцатая и последняя теорема этого параграфа критерий каши сегодня удивительный день первый раз встретилась фамилия каши сколько же она еще будет встречаться критерий каши сходимости числовых последовательностей ну конечно для этого параграфа вот эти три слова они излишни но критерий в каши будет столько что пусть с самого начало они будут все для чего-то числовая последовательность сходится сходится сходимость последовательности значит наличие конечного предела мы говорили что сходится к числу l то исходимость автоматически подразумевает что предел конечен существует и конечен доказательства ну давайте сначала легкую часть то есть исходимости следует фундаментальность то есть докажем необходимость условия фундаментальности для исходимости ну тут в общем-то достаточно написать определение предела по сути для доказательства это что означает по определению да для любого эпсилон большего нуля найдется n натуральная такое что при всех n маленьких больших n большого выполняется неравенство xn минус l меньше ну давайте сделаем эпсилон пополам чтобы потом все было хорошо так ну тогда для любого натурального p номер n плюс p автоматически тоже будет тоже будет больше тема н большое и соответственно xn плюс p минус l тоже будет меньше чем эпсилон пополам ну а тогда эти два неравенства вместе с помощью неравенства треугольника дают требуемое это вот получилось то что требуется то есть это была легкая часть и чуть-чуть посложнее достаточность условий фундаментальности то есть мы теперь из фундаментальности получим сходимость ну доказательство оно как бы из двух этапов первый этап из фундаментальности следует ограниченность ну давайте прервемся перед доказательством этого этапа ну что ж фундаментальность записана и возьмем эпсилон равна единичке то есть мы можем найти такое натуральное n тогда что при всех n больше n большого и при всех натуральных p модуль xn плюс p минус xn меньше единички ну мне вполне достаточно взять в качестве n маленького n плюс 1 и тогда что получится у нас тогда у нас для любого номера который давайте так и напишу m больше либо равного n я могу записать что xmt меньше либо равно x с номером n плюс 1 плюс 1 и больше либо равно соответственно xn плюс 1 минус 1 ну то есть если m строго больше чем n то я беру m равно n плюс p а если m равно n то неравенство очевидно итак ну а теперь уже понятно что мы для всех натуральных n имеем неравенство что xn больше либо равно минимум из x1 и так далее x номером n большое и x номером n плюс 1 минус 1 и меньше либо равно максимума из тех же не тех же виноват последний не тоже то есть ограниченность установлен ну а как только установлена ограниченность мы можем применить теорему Бальца на Вейер-Штрасс эта теорема Бальца на Вейер-Штрасс что нам гарантирует существование частичного предела то есть существует некая подпоследовательность такая что у нее есть предел ну что означает что есть предел значит для любого ε большего нуля найдется номер ну давайте я его теперь обозначу n1 чтобы отличать от того n которое у нас из фундаментальности натуральное такое что при всех n маленьких то есть какие n k а ну тогда мне не нужно 1 давайте k существует k что при всех к маленьких больше k выполняется неравенство x n k t минус l по модулю меньше чем давайте ε пополам сделаем ну а фундаментальность чтобы уж опять эстетичность обеспечить я перепишу фундаментальность x n плюс p минус x n меньше тоже ε пополам ну теперь мы можем что записать теперь для любого выбрав любой ε мы можем для любого пусть будет m больше чем максимум из n большого и n маленькая с номером k плюс 1 вот так что будет выполняться для таких m мы можем x mt минус l оценить так не превосходит x mt минус x с номером ну давайте так и напишем n k плюс 1 нет давайте как какой же мне n с номером номером а ну с гарантией будет вот так и теперь смотрите n с номером m она конечно автоматически будет больше чем n с номером k плюс 1 так поэтому m маленькая больше чем k и значит выполняются оба неравенства и получается что у нас меньше эпсилон пополам плюс эпсилон пополам то бишь эпсилон и терем доказано то есть мы действительно установили что для любого эпсилон мы нашли некий номер вот такой что только m маленькая больше этого номера x mt минус l меньше эпсилон значит теперь я могу рассказать о последнем из известных подходов к построению конструктивного построения действительных чисел это подход вейер штрасса собственно ближе всего именно к нему мой подход практически эквивалентно так называемые классы эквивалентности фундаментальных последовательности рациональных чисел то есть две фундаментальные последовательности рациональных чисел называются эквивалентными ну если грубо говоря разность между ними стремится к нулю зная уже определение предела да и соответственно вот классы эквивалентности фундаментальных последовательности рациональных чисел они и называются действительными числами это вот подход вейер штрасс ну по сути вот эти классы стягивающих систем рациональных отрезков это конечно эквивалентный подход значит ну тогда пожалуй с пределом последовательности с параграфом мы разобрались конечно есть ряд конкретных последовательностей пределы которых нам пригодятся в дальнейшем но я их буду доказывать по ходу дела когда они будут как бы нужны соответственно эти пределы последовательности новых еще будут появляться ну а теперь мы начинаем следующий параграф это да в смысле ограничено зачем ограничено нет зачем для любого маленького больше этого максимума ну я начну с определения проколотой окрестности определение проколотой дельта окрестностью точку точке а маленькая то есть действительного числа называется множество множество вот так она обозначается проколотость кружочком это обычная окрестность из которой убрали саму точку а ну или другими словами а минус дельта а объединенное с а а плюс дельта ну и нам потребуется еще проколотой дельта окрестности бесконечности нетрудно понять что поскольку в определениях окрестности бесконечности сами бесконечности не включались то выкалывать здесь ничего не надо то есть просто это просто те же самые окрестности что и то есть просто Определение я сразу сформулирую тогда для всевозможных символов, то есть это не только в точке, но и на бесконечности и так далее. Итак, определение теперь основное. Пусть функция f определена в некоторой А, это из-за мокрой тряпочки. Ладно, тогда будем крупнее. Пусть функция f определена в некоторой проколотой окрестности, не хочу писать словами. В точке а маленькая, а маленькая на сей раз уже и r с чертой, и еще и бесконечность может быть. Тогда l есть предел при x стремящемся к маленькому f от x, и здесь тоже l с чертой с бесконечностью может быть. Означает, что первое определение, ну не буду писать определение, по каши просто. По каши. Для любого epsilon больше нуля найдется дельта больше нуля. Дельта такое, что при всех x принадлежащих у... Давайте здесь дельта с ноликом, чтобы вы не путались с этим дельтам. Там некоторые дельты с ноликом пусть будет, а здесь уже дельта. А f от x принадлежит ε на окрестности l. И по гейне для любой последовательности xn давайте, чтобы не было вопросов, в области определения без точки а. И такой, что предел xn равен а, значит, для любой такой последовательности, предел f от xn равен f. То есть сразу два определения. Ну, естественно, сформулировать сразу два вообще-то внешне, по крайней мере, разных определений, нужно доказать, что на самом деле они ничего разного не дают. и, соответственно, теорема 1 в этом параграфе. Определение предела функции по каши и по гейне эквивалентным. Что? d от f область определения функции. Да. Доказательства. Ну, из чего начнем? Из чего что? Получать. Так. Давайте я здесь все-таки. давайте из каши получим гейн. Значит, мы считаем, что выполнены все условия определения по каши. Так. И доказываем, что выполнено также и определение по гейне. Итак. Мы берем произвольную последовательность xn. Вот такие последовательности, они еще называются последовательностями гейна. Последовательность гейна. то есть такая, что стремится к точке а, и с точкой а не совпадает. Значит, что означает, что предел xn равен а? Что отсюда следует? Мы по любому заданному числу положительному. И вот я теперь какое возьму число? Давайте я возьму дельта сразу. Найдется такой номер, что при всех n больших этого номера выполняется неравенство xn минус а по модулю меньше, чем дельта. Ну, поскольку мы знаем, что xn не совпадает с а еще к тому же, то автоматически мы еще из факта, что xn не равно а, из этих двух мы можем заключить, что xn попала в проколотую дельта окрестность точки а. Что такое прокол-то? Вот оно написано. Ну, а раз, тут же смотрите, тут у нас найдется дельта, да? Упределение покажет. И вот то дельта, которое нашлось по заданному произвольному ε, я и беру сюда. В качестве, здесь же произвольное я могу взять, да? Соответственно, я беру именно тот дельта, которое нашлось по произвольному ε. И как только я выбрал, соответственно, я нашел номер, такой, что при всех n больших этого номера, xn оказались в проколотый дельта окрест точки а. А тогда отсюда определение каши гарантирует нам, что f от xn попали в окрестность L. И я теперь подчеркиваю то, что мне нужно. Значит, для любого ε у меня нашелся номер, такой, что при всех n маленьких больших этого номера, f от xn попала в ε на окрестность L. Это и означает, что предел f от xn равен L. То есть эта часть доказана. Теперь доказываем, что из гейна следует каши. Доказательство будем ввести от противного. То есть это что означает? Это означает, что мы считаем, что условия определения по гейна выполняются, а по каши нет. Что значит, что не выполняется по каши? Отрицание утверждения с квантерами. Ну, из логики, мат-логики это следует, но нетрудно и так понять. Что каждое отрицание утверждения с квантерами состоит в переворачивании всех квантеров и замене последнего утверждения на противополон. Значит, существует ε такое, что для каждого δ найдется x из проколотой δ окрестности точки A. Такое, что f от x не попадает в ε на окрестность L. Это отрицание каши. Значит, мы должны теперь получить противоречие с определением по гейна, которое считается выполненным. Так? Это означает, что мы сейчас должны конструировать некую последовательность. А конструкция последовательности это всегда варьирование тем, что у нас произвольно. Кто у нас сейчас произвольный? δ. Соответственно, давайте возьмем сначала δ единичкой. Так? Значит, найдется x, который я обзову x первым, попадает в проколотую 1 окрестность точки A. Такое, что f от x 1 не попадает в ε на окрестность L. ε у меня фиксирован. Вот то самое, которое нашлось. Дальше берем δ равно 1 второй. Находится x второе, сидящее в окрестности проколотой 1 второй. Такое, что f от x 2 не попадает в ε на окрестность L. Ну и так далее. Продолжаем эту цепочку. Тем самым построена некая последовательность xn, которая каким свойством обладает? что xn, все xn попадают в проколотые окрестности 1 на n в точке A, да? Но при этом f от xn не попадает в ε на окрестность L. Ну то, что это для всех n выполняется, да? Для всех n натуральных. Так? Что нам гарантирует? Ну, тут как нужно рассуждать? Конечно, тут нужно доказательства разделить. Если A маленькая конечная точка, да? То это что означает? Что у нас xn минус A меньше, чем 1 на n. Так? Ну и больше нуля. Проколотость. И тем самым что получается? Отсюда что мы выводим? Что xn стремится к A маленькому. При этом не совпадает с A. То есть xn последовательность гейна. Так? А тогда определение по гейне что нам дает? По гейне дает нам, что предел f от xn должен быть равен L. Что, конечно, несовместимо с тем фактом, что в ε при некотором ε четко фиксированном ни один из элементов этой последовательности не попадает. Если же A маленькая какая-нибудь бесконечность, ну там какая? Например, плюс пусть будет, да? Если A маленькая плюс бесконечность, то тогда попадание в эту окрестность означает, что xn больше, чем n. Так? Ну и тоже отсюда следует, что предел xn чему равен? Плюс бесконечность. То есть в любом случае получается, что у нас вот из этого условия следует, что предел при n стремящей бесконечности xn равен A маленькому. Я вам что забыл существенное по поводу верхнего и нижнего пределов. Сейчас про бесконечность начало говорить и вспомнил что ли. Впишите тогда после доказательства теоремы о верхнем и нижнем пределах что ли. Для произвольной последовательности верхние и нижние пределы также существуют, но возможно какие? Бесконечности. Конечно, важно очень замечание. Там можно было бы поподробнее, но ладно. Ну, после доказательства теоремы о трех определениях верхнего и нижнего пределов для произвольной последовательности, то есть не обязательно ограниченной, верхние и нижние пределы также существуют, но могут быть бесконечными. для произвольной числовой последовательности нижние и верхние пределы существуют, но могут быть плюс-минус бесконечности. именно плюс-минус, просто бесконечности без знака, конечно, без смысла. И там, на самом деле, некие хитрости могут быть. Скажем, вот последовательность неограниченная сверху. Тогда что вы про нее гарантированно знаете? У нее верхний предел тогда точно будет плюс бесконечности. А нижний все что угодно может быть. И, соответственно, если последовательность ограничена только сверху, то единственное, в чем вы можете быть уверенным, да, собственно, ни в чем. Потому что может даже случиться так, что верхний предел равен минус бесконечности. И сама последовательность стремится к минус бесконечности. Она ограничена сверху, но верхний предел может быть минус бесконечности. То есть, тут более разнообразные вещи. Так. Что, что, что? Мы доказали, что f от xn стремится к l, но по построению f от xn не попадает в епсилонокрестность в точке l. Ни при каком n. При вот этом выбранном епсилон. Это если а конечное число, то что такое проколотокрестность? Вот это и есть. Кстати, вот это на самом деле очень важное обстоятельство. Пожалуй, я это в качестве такого замечания, что ли. То есть, конечно, определение Пакаши, я вот его вам дал, чтобы сразу и бесконечности все, и предел на бесконечности, и бесконечные пределы все были здесь. Но, конечно, самый важный случай, это когда а и l конечные числа. И в этом случае когда а и l конечные числа, тогда определение Пакаши, его, конечно, стоит выписать без языка окрестностей. Вот как выглядит определение по Каши, так сказать, в явном виде, да? Когда, в самом важном случае, когда а и l конечные числа. то есть, это расшифровка вот этих окрестностей. И еще сейчас мы начнем свойства предела функции уже, да? и я не формулирую свойства единственности. Почему? Потому что когда у вас вот такая штука, да, то у вас и плюс бесконечности может быть, и просто бесконечности. Вы можете писать, правильно? Если у вас предел равен плюс бесконечности, то вы можете считать, что предел равен просто бесконечности, без знака тоже. И в этом плане, ну, только вот в этом плане единственность как бы может нарушаться. конечно, конечный числовой предел он единственный, причем это сразу следует. Почему? Из-за пределения гейна. Вы можете, если у вас два предела здесь, так, то вы можете одну последовательность гейна взять для одного предела, другую последовательность для другого, а потом что сделать с этими последователями? Перемешать. то есть новую последовательность, которая то одна, то другая. И, соответственно, тоже будет последовательность гейна, и для нее вы получите противоречие. Ну, может быть, даже это все-таки стоит сформулировать. Ну, потом. Ладно. Давайте, теорема вторая все-таки будет свойство предела функции, связанные с неравенствами. Первое. Ограниченность. если предел f от x равен l, l конечное число, то существует такое дельта больше нуля, существует константа m большая, m большая, такая, что при всех x из проколотой дельта окрестности точки a, f от x по модулю не превосходит m. То есть, функция ограничена в некоторой окрестности проколотой. второе. Отделимость от нуля. Значит, если предел при x, стремящемся к маленькому, f от x равен l, и это теперь у нас в r с черточкой, но не в нуле, то существует константа c маленькая, положительная, и существует дельта положительная, такое, что при всех x из проколотой дельта окрестности точки а, модуль f от x больше, чем c, и знак f от x совпадает со знаком l. Ну, здесь дополнительно считаем, что знак плюс-минус бесконечности равен плюс-минус одному, поскольку плюс-минус бесконечности теперь допускаются. Следующее свойство предельный переход в неравенство переход в неравенствах. Значит, если существует такое положительное пусть будет дельта с ноликом теперь, такое, что при всех x из проколотой окрестности дельта с ноликом точки а выполняется неравенство f от x меньше либо равно g от x и существуют пределы при при x стремящемся k f от x и g от x у которые в r чертой сидят, то предел f от x не превосходит предела g от x ну и последнее четвертое то есть все точно так же как и для последовательности да ну тоже если а название нет а промежуточные функции то бишь о двух милиционерах или о двух силовиках о промежуточной функции если существует дельта с ноликом больше нуля такое что при всех x из проколотой дельта с нуля окрестности точки а f от x меньше либо равно g от x меньше либо равно h от x и существуют пределы что? что помедленнее писать помедленнее? ничего ну я же напишу и остановлюсь спишите что-то я но тоже принадлежит r с чертою то предел при x стремящемся к g от x равен давайте я тут l что ли равно l равен l ну ну вот сформулирую доказательства на следующей лекции все спасибо 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 Продолжение следует...